Доброе утро. Хочу сразу поблагодарить организаторов за возможность предоставить наши данные перед такой уважаемой аудиторией. Тема моего доклада будет наблюдать или оперировать. И как уже известно, эти вопросы развиваются именно в поле при опухоли почки CT1A. Хотелось бы разобрать это на таком клиническом примере. Как мы знаем, существует три опции лечения в данном моменте. Первая опция – это, конечно же, активное наблюдение. Уважаемые коллеги, эксперты, скажите, кто в такой ситуации при опухоли 3 см, пациенту 59 лет, будет выбирать активное наблюдение как опцию? Отлично. Отлично. Резекция почки и какие-то аблативные технологии, в данном случае чрезхожные. Никто. Окей, хорошо. Значит, выполнено 3D-моделирование. Как мы видим, опухоль далеко находится от чаш-слоханочной системы. Не имеет непосредственных питающих сосудов. В дне резекции нет элементов каких-либо почки. По поводу активного наблюдения мы уже определились, что никто не будет выполнять данную методику, хотя известно, что это низкий уровень метастазирования. 20-30% при этом опухолей будет доброкачественными. Увеличение за 2,5 года происходит в среднем от полу до полутора сантиметров, но при этом при росте опухоли в 1 см происходит увеличение риска метастазирования до 24%. Журнал «Урология европейская». Соответственно, у нас, получается, битва будет выглядеть таким образом. И битва ли это? Сейчас будем дальше разбираться. Современные гайдлайны, это европейские, американские, АСКО и НССН, уже пришли к выводу, что аблативные технологии, криоаблация, рчаблация является аналогом или альтернативой резекции почки. Европейская ассоциация урологов еще пока немножко сопротивляется, это давая пациентов только возрастной группы от 60 и вверх и имеющие тяжелый соматический статус. Соответственно, выводом этим может быть, что при ЦТ1А резекция может быть равна криоаблации. Обращаю внимание на результаты последнего исследования, которое сравнило крио, рча и резекцию почки. Онкологические результаты пятилетней выживаемости и канцерспецифические выживаемости практически одинаковы как у резекции почки, так и при криоаблации. Европейская урология, 19-й год, полторы тысячи пациентов и при этом шестилетняя, практически одинаковая, безрецидивная выживаемость. Также была выполнена работа интересная, пилотная. Мы все знаем, что критериями эффективности криоаблации является поэтапное выполнение компьютерной томографии и при наличии градиента накопления контрастного препарата больше 10, мы подозреваем, что имеется опухоль и уже предпринимаем какие-то методы для ее диагностики, верификации или продолжаем динамически наблюдать. В этом исследовании была выполнена сольважная резекция почки после криоаблации. И в 81% у 22 больных от 27 резекцированный материал соответствовал фиброзу. То есть это была ложная интерпретация и эффективная криоаблация почки. Ну так все же, что мы выберем? Резекция почки или криоаблация? Если мы обладаем всем, поймем расходки. Мы выбрали в этой ситуации криоаблацию, поскольку не было элементов чашелоханочной системы, не было питающей ножки, опухоль хорошо расположена и отлично выводилась при КТ наведении. Мы в своей клинике используем систему Сиднет, криозонды Айсит и Айстрот наиболее частые, аргоногелий, что является стандартом, и Тошиба Аквилон Прайм 640 с специальной установкой для скопии. Про механизм криоаблации я рассказывать, наверное, не буду. Вот так выглядела у нас интероперационная картина. Собственно говоря, по завершению формирования ледяного шара мы выполнили контрастное исследование, на котором видно, что данная область не кровоснабжается. Сейчас у пациента прошло 3 месяца, выполнили по протоколу ультразвук, соответственно, там никакого доплеровского, при доплеровском картире никакого кровотока нет. Ожидаем полгода для того, чтобы увидеть результат. Благодарю за внимание.